Всем привет! Это цикл видео о PyCharm. Сразу хочу предупредить, что я буду пользоваться PyCharm Pro-версией, и некоторые функции или возможности в комьюнити-версии могут отличаться. Давайте приступим. Интерфейс PyCharm довольно прост, интуитивно понятен. В левой части показывается каталог нашего проекта, большую часть занимает сам редактор. Вверху у нас идет панель инструментов, внизу также есть панель. И дополнительные справа и слева могут быть еще панели для коннекта с базой данных и остальных вспомогательных функций. Итак, начнем с самого простого, это создание нового проекта. Создадим новый проект, New Project. Как видим, у меня есть несколько вариантов, какой проект я могу создать. Это просто Python, Django, Flask, Google App, Pyramid, WebPay. Это все относится к Python. Дальше идет JS, Angular, также у нас есть CSS Bootstrap, Foundation, идет HTML 5, native script, Node.js, React.up, Vue.js. Это также я установил плагин. Создадим обычный проект Django, выберем его. Он предлагает нам указать папку и как у нас будет называться наш проект. Назовем его PyCharm. Здесь мы можем выбрать интерпретатор, который мы хотим использовать, Python. Он показывает все установленные и доступные мне интерпретаторы. Далее я указываю, где будет находиться моя папка с виртуальным окружением, как она будет называться. Также я могу выбрать метод создания, вернее способ создания виртуального окружения. Это через Venom, Pype или Conta. Затем мы можем брать глобальный сайт Packages, еще другие настройки, выбирать уже существующие какое-то виртуальное окружение, интерпретаторы. Не создавая виртуальное окружение, можем подключиться просто к нашему интерпретатору. Далее это уже настройки самого проекта Django. То есть мы выбираем, какие будут темплейты используются. Это Django или Django 2. Далее как будет называться папка с нашими темплейтами. И первая, Application, которую мы создаем, как она будет также называться. И можем выставить галочку, что будет, будем ли мы использовать Django Admin или нет. Это что касается проекта для создания Django. Для Python у нас в принципе все те же самые настройки, кроме тех, что мы не выбираем настройки для самого Django, где мы указываем темплейты и Admin. То есть у нас отсутствует вот этот пункт. Во Flask у нас тоже самое настраивается виртуальное окружение. И также выбирается, как будет называться папка с темплейтами. Какой шаблонизатор мы будем использовать. Google App то же самое. Pyramid то же самое у нас идет. В Web2Pay мы используем такие же настройки для виртуального окружения. И Application Name. Для Angular я не знаю, я с ним не работал. Bootstrap. Мы выбираем версию Bootstrap, которая будет использоваться. В HTML у нас идет так же версия, выбирается. В Node.js у нас выбирается сама версия Node.js, где она у нас лежит, какой мы будем использовать. Дальше у нас идет Express, какой версии. Темплейты будут на чем у нас, с помощью чего писаться. И также CSS. Это какой препроцессор мы хотим использовать. Stilus, LES, SAS. Vue.js. Здесь мы указываем так же, где у нас располагается проект. Версию нашего Node. Версию Vue CLI, которую мы хотим использовать. У них сейчас две версии, вторая и третья. С помощью чего мы будем создавать проект. То есть, какую заготовку для проекта мы берем. И какой сборщик мы будем использовать. По стандарту стоит Webpack. Давайте создадим обычный Django. На Python 3.7 работаю. Открывается у нас новое окно. И сразу PyCharm у нас подгружает и создает виртуальное окружение. Также PyCharm автоматически устанавливает все нужные зависимости для работы. То есть, если мы выбрали, к примеру, Django, то он автоматически установит Django, все нужные библиотеки и модули для его работы. И создаст виртуальное окружение. Далее, давайте рассмотрим, что у нас получается. Вот он, наш каталог с нашего проекта. Здесь у нас рабочая среда. Сам редактор. Показываются открытые файлы. Запустить файл можно на редактированном двойным кликом. Также есть возможность работать сразу с несколькими файлами. То есть, мы можем как открыть их рядом, так и расположить их или снизу, или сбоку. Для этого мы нажимаем правой кнопкой на файле. И указываем вертикальную или горизонтальную разметку. Если вертикально он встанет справа, соответственно, если мы нажмем горизонтально, он встанет снизу. На этом разделение не ограничивается. Мы можем запустить еще один файл и указать, что он будет у нас справа. Таким образом, мы можем расположить сколь угодно нужных нам файлов. Как видите, мы можем открыть еще один файл. Выбираем область, в которой мы сейчас работаем. Там и откроется файл. Или можем его просто перетянуть. И здесь указать, что также хотим его разделить. Вот таким образом мы можем работать с редактором сколь угодно файлами. На этом вводный урок по патчару завершен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Также буду рад на них ответить. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и чат Телеграм. И также общаться на нашем форуме. Ссылочки будут в описании. До новых встреч!